добрый день дорогие друзья меня зовут оля и я рада приветствовать вас на своем канале и с наступлением ярких солнечных денечков хочется уже чего-то яркого ярких цветов и поэтому я сделала и рис и сделала именно в этих оттенках мне ирисы нравятся именно фиолетовых оттенков ну если вам нравится какой-то другой оттенок то конечно используйте те цвета которые вы любите или которые есть у вас дома и давайте уже начинать как уже сказала фиолетовые оттенки у меня яркий и более такой бледный фиолетовый отрезок у меня размером 4 на 6 сантиметров и его и разрезаю по диагонали разрезаю и переворачиваю один отрезок так что у нас прожилки смотрели все вверх и в этот раз я буду использовать тонкую бисерную проволоку только лишь потому что при сборке у нас не образовалась сильно много проволоки в одном месте наношу клей стараюсь это сделать очень тоненько чтобы при склеивание у нас клей нигде не вылез вклеиваю проволоку а затем накрываю вторым отрезком да и эту бисерную проволоку можно заменить на любую тоненькую проволоку совсем не обязательно использовать именно бисерную проволоку и теперь я вырезаю саму форму лепесточка сначала я срезаю вверху краям и затем просто срезаю все острые края и таким образом у нас получается красивый лепесточек подрезаем внизу лишние хвостики и теперь я хочу затонировать сам лепесточек придать немножечко ему оттенок и делаю я это с помощью фиолетовой масляной пастели и обычной кисточкой кисточка у меня синтетическая наношу на кисточку пастель и как следует прохожусь по всей по всей поверхности самого лепесточка почему в этот раз использую именно кисточку потому что пробовала тонировать с помощью поролоновой губки и сама пастель не ложилась как-то ровно не аккуратно мне не очень это нравилось да и пастель можно заменить любой другой краской акриловой гуашью или просто взять какую-то канцелярскую краску затем я придаю форму самому лепесточку просто растягивая его в одну сторону и нижний край я тоже слегка растягиваем затем формирую лепесточек выгибаю его так чтобы у нас получилась красивая форма лепесточка и этих лепесточков нам нужно три штучки и это у нас будет верхний край цветочка и теперь начинаю собирать на проволоку немножечко обматываю ее бумагой и это просто для удобства чтобы у нас лепестки при сборке дальше не крутились туда-сюда и собирают цветочек собирают просто 3 лепесточков приклеиваю друг за дружкой не формируя абсолютно ничего потому что в дальнейшем мы все равно будем еще расправлять цветочек и сформируем все как нам необходимо и обязательно бумагу фиксирую клеем чтобы проволока никуда не съезжала и пока откладываем и переходим к лепесточкам которые у нас будут внизу размер этого отрезка 4,5 на 6,5 и проделываю я всю ту же самую работу только в этот раз эти лепесточки я не тонирую и еще немножечко хотела сказать по размерам лепесточков мне нравятся не очень крупные ирисы поэтому я выбрала именно этот размер соответственно его можно как увеличивать так и уменьшать любите крупные ирисы то конечно увеличьте где-то на полтора-два сантиметра размеры лепестков получится крупные и теперь из желтой бумаги нам нужно сделать серединку нижних лепесточков и я беру отрезок где-то 1 сантиметр на 4 вырезаю такую продолговатую заостренную форму лепесточка или делаю на ней мелкие-мелкие насечки с одной и с другой стороны и делаю я это маленькими ножничками недавно их себе приобрела и хочу я вам сказать что это какая-то просто незаменимая вещь именно в работе вот с такой маленькой-маленькой работой затем как следует прокручиваю между пальцами чтобы немножечко придать живой вид и наношу клей на заготовку и приклеиваю к нижней части лепесточка строго по середине лепесточек готов и теперь его растягиваем и растягиваем точно так же как мы светлые лепесточки растягивали у нас получается очень волнистый неровный край но при этом сам лепесточек очень выглядит живым и эти лепесточки я просто выгибаю к низу и этих лепестков нам тоже нужно будет три штучки и продолжим собирать цветочек проделываю все то же самое фиксирую с помощью полоски гофрированной бумаги и клеем для удобства лепесточек сначала отгибаем для того чтобы нам было просто удобно собрать в дальнейшем мы все равно будем цветочек поправлять и расправлять придавать ему необходимую нам форму ну и так как мы собираем цветочек и тейпируем его то у нас образовывается такое наслоение бумаги и это как раз то что нам нужно мы сейчас туда будем приклеивать чашелистик не переживайте если у вас сильно многим много большое количество бумаги там скопилось образовалась это даже к лучшему и пока цветочек оставляем так и переходим чашелистику для чашелистика я взяла зеленую бумагу размером 2 на 4 сантиметра складываю и вырезаю обычную форму листика но страсть сделать ее слегка слегка заостренной и у ириса есть такой вот какой-то такой сухой чашелистик я вырезаю такого же размера вырезаю из пергаментной бумаги то есть бумагой для выпечки наношу клей и приклеиваю зеленый чашелистик немножко растягиваю и точно также приклеиваю где-то страсть отступить чуть-чуть от как бы наши такой засохшие бумаги пару сантиметров для листиков я беру ширину бумаги где-то 3 сантиметра но длину я делаю разный где-то 15 сантиметров где-то 20 можно даже сделать и подлиннее если у вас проволока будет длинная сложила пополам и вырезаю тоже заостренную форму листика и теперь опять тейпирую тейпирую именно для того чтобы нам спрятать место склейки чашелистиков и приклеить листики сами листики я приклеиваю где-то отступив уже сантиметров 6 7 от самого цветочка и затем приклеиваю второй листик и тейпирую окончательно до конца уже сам стебель и после этого я расправляю цветочек выгибаю все лепесточки в нужную мне сторону то есть темно-фиолетовые я выгибаю хорошо к низу из фиолетовых же я формирую светло-фиолетовых я формирую так чтобы был как бы цветочек закрыт и на этом мои цветы готовы и если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока а